ты в системе давно? в четвертого года, то есть ты знаешь кто-то не вор и кто-то не вор и кто-то не вор и внутренне, человек, вор. статус в преступном мире, да? да. средний или высокий? высокий. высокий статус, да. а ты в преступном мире какой статус имеешь? я красный по жизни. просто красный? да. без всяких шаблонов сверху? да. то есть на семерке тебя в девятнадцатом году не было, да? когда ты оттуда говоришь, освободился? я уехал оттуда на двадцать третью десятого года, двадцатого апреля. в десятом году ли только ты оттуда уехал? да. а сейчас ты заехал? когда вот сейчас в последнее время? в шестнадцатом году. и где это был? на ИК-13. на особо, да? да. оттуда ты приехал? да. у меня такой человеческий интерес, зачем вы наказывали так преступными? вопрос устраняется, а поскольку какие относятся к мне? не, как не относятся к меня? они за моим именем, там, людей питали. вы знакомы с Ленитевичем? нет, конечно, сейчас нет. вы боитесь с Ленитевичем? что такое? он или он, сейчас вы не знаете его, а как вот так? ну, я-то как могу его опознать, если у него маска на лице? он эту маску никогда в жизни не снимет при мне. это сейчас в суде я с ним так беседуюсь. я сейчас отдельно с ним встретился, вы с ним не разговаривали. понятно, а еще есть вопросы? лично у меня уже нет, но... там пока что у вас? у лаки Василийна многие... Шиенов, вас пригласил в качестве деятеля, вот, Кемехидзе Гресики Зурабович. вы с ним знакомы? нет. какие-то неприятные отношения есть к нему? нет. сейчас у вас вопрос, пожалуйста, пожалуйста. сюда кому-то проверить. глаза посмотри, глаза подними. я понимаю, ты действительно смотри. в 19-м году ты был? нет. на ЕК-7 не был? нет. во время бомбы ты не был? ты не отбывал наказание на ЕК-7? отбывал. а когда ты освободился? в 17-м году. в 18-м? в 17-м. да. в 17-м году. ну, славу ты оставил там за собой слишком хорошее слово. за меня слышал? нет. то есть, ты не слышал, что в Саратовской области сидит писал Уставский борт? нет. не слышал за меня? то есть, из-за моего имени никого не писал, да? нет. никого не писал, да? а то, что за дитя, что он будет писать, ты слышал? да. а кто писал? зэки. а? зэки. зэки. я говорю, прогон? не знаю. зэк прогон может писать? то есть, или прогон ворвыш? не знаю. то есть, тебе безразлично было, да? ну, мне почему безразлично? а? я просто не сталкивался с этим. как не сталкивался? вы же отсиженных имеешь, по-моему, лет 15, если не больше. ну, у нас раньше другое было. что было? положение в области. ну, ты бандит был аж. да. я сужу с 15 лет. с малолет? да. то есть, красные времена были всю жизнь. в 18-й год. я понимаю, но ты неужели не понимаешь разницу между прогоном, от вора, просто разговором от зэков? понимаю. то есть, в отношении тебя, что было бумага написано, тебе в курсе это это? нет. не в курсе это это? то есть, тебе это не говорили люди, да? нет. то есть, когда на УТБ приезжали люди, которые вы там насиловали, вы не говорили, да? что там написали. я не помню, насиловала. потому я могу не говорить Б. ну, блядь, извиняюсь за выражение. ну, блядь, извиняюсь за выражение. ну, извиняюсь, ну, извиняюсь, ну, человека, не может, не поймёт. то есть, не человек, а не человек. это дьявол. ну, а что, блядь, здесь не надо как-то упадать? за что просто, видно? где ты человека потерял? я всё понимаю. я на УТБ лишнего ничего не делал. лишнего ничего не делал? то есть, выходишь? никому, ни сексуально никакого от меня вреда. ну, ты присутствовал везде, ведь? присутствовал с меня. сопутствовал? ну, не сопутствовал, присутствовал. ну, выход и резул. ну, вы видите, давайте послушать тут, давай, конечно, это только касается вас. то есть, надо еще не конкурироваться, а занять высшее положение. то есть, все равно задать вопрос уже, то, что сейчас им инкриминируют. нет, я же не говорю, что им инкриминируют. это касается моего образа жизни. то, что они делают, они касались моего образа жизни. просто я не пойму, почему кто-то бы заехал туда с духа. послушайте, что давался задать вопрос. я думал бы там проинформирование хорошо, и люди, которые через вас прошли обгадку, они врать не будут однозначно. я не знаю, опять сейчас начнут мне говорить вопросами, не к теме, не к теме. короче, ты меня не слышал, да? ты сейчас сегодня со мной познакомился первый раз, да? ну, тогда я буду. ну, пора расскажите, да? запомни меня, пожалуйста. пути Господни неисповедимы, мы с тобой где-нибудь встретимся. в другом смысле. я не угрожаю, я же говорю, просто встретимся, может, чай хочу выпить с ним. я же ничего не говорю, что ты плохой что-то сделал. где-нибудь встретимся, да? а так, найди, да, в себе человека. почему ты похраниваешь этого человека? найди этого человека в себе. прекращайте давить у нас. вы тоже, да? мать его свадила, а не дьявол. и у всех не смотрелят. существует лицо просто? все, у вас нету. Сабакас Николаевич? да нет, ваше честь. у Фуркова нету. вы с ним не знакомы, действительно? нет, я, конечно, с ним не знаком, ваша честь. где я мог бы с ним познакомиться? я сейчас просто вот его поставил в известность, под каким статусом он находится от меня непосредственно, от порядочных людей, таких, как я. так, ну, а Томовча надо пояснить, почему-то это вот, они были признаны, мы, ясу. за то, что они пытались насиловали людей. если он освободился, даже в девятнадцатом он не было, в году, там были другие, вот сегодня, которых увидели, даже Яблгова, потом и челюсть выломали. там другие были, вот дворник даже, Андрей. то есть, получается, поставили законы, да? конечно, соответственно, люди начали говорить, кто были пытчики, их насильники. и также в СИЗО один, в данный момент, вот даже Киселёва возьмём, Артём. вот, соответственно, скажи мне, кто твой друг, я скажу только, Ильинкевич их не друг, он с ней хлеб ломает, и занимается одним делом, так что он такой же, для меня, как идея. просто Ильинкевич не попался, а помню. что вы, нас признали В, Шелядина, Иванченко, В, Ильинкевич Путина, Ицкова, Кокудина, Лещинского и Яковлова. Да. Это все заголовок рассказывали, говорили люди. То есть, Ваша честь, чтобы вы понимали, да, вот перед ними, вот он был их не главным. Вот когда он говорил, этих насилуете, этим просто палки, этим то. У него кулагида для Вазелина, он их использовал, прекрасно, понятно, для чего. Это, Синовская группировка, пыточная. Это их машина, их собаки. Ну, когда демо поступит, туда бы можно сделать. И просто, ну блин, сказать хочется много чего, но в этом, уже не относятся к этому суду. И соответственно, надо культурно, и женщины присутствуют, и вы присутствуете, и люди присутствуют. Невозможно, тут матом что-то сказать, хотя хочу, накрыть, просто ураганом мата. Ну, еще этот полотенце накрыли, на голову все, полотенце, обмазался полотенцем. Ваш собе, фамилия? Ян Синович Нарачевич. Может, погромче, вы туда говорите, здесь в маске, не понятно. Я Иван Диталий Николаевич. Число, вот, месяц рождения. Я Иван Диталий Николаевич. Иван Диталий Николаевич. мне тоже так сделать, а? В поле, забить тоже все руками, а? Да, Дианин, вас пригласил в качестве деятеля, вот, Финифидзе, Бесити Зурабович. Вы знакомы с ним? А? Ну, не помню я. В девятнадцатом году сидел на семерке? Где? На семерке. В девятнадцатом году? Да. Да. Нет. А Икосем не сидел? Да? Нет. Вообще никогда не сидел? Вообще никогда. Может, ты вообще не сидел никогда? Со свободой сейчас все появились? Сидел. Нет. Только тринадцать? Нет, никак тринадцать. Что встал? Что ты перепуган? Расслабься, Фиффи. Расслабься. У меня интерес, почему сейчас хочу подвезти в МОДБ, ты откуда попал? С семнадцатого. С семнадцатого лагеря? Да. Что с там утром сделали? Общался? Вы, да, ЗАМОТБ на широкую ногу живи? На связи? Ну, я там смотрю, кто на широкую ногу взял. Не позвонил себе. Ну, если ты оказался в этих числах, в краях, то и ты же, наверное, я не утверждаю, но я предполагаю, что ты тоже хорошо там жил, соответственно. Да. Только сейчас я удивился, что ты с семнадцатой приехал туда. Да. Кто тебе так просто человека забрал с твоей души? Вот это для меня. Я думал, если с тринадцатой, то есть семнёк, и ещё там понятно, там целая фабрика была. Ты это чё? Я знаю, что в двенадцатом году. Ну, знаешь, за это, говорю, сколько сидишь в общем? Вот десять. Десять лет. То есть ты маленькая, ты не маленькая, а большое представление имеешь за преступление, правильно? Ну да. То есть ты же не всегда красный? Или ты как только пополнишь, сразу красный? Да я не знаю, что такое красный, что такое. Вот я тут недавно узнал, что это такое вообще. Где красный, где чёрный. Где ты это был? В суде? Нет. То есть ты вот, жилья на УТФ, совмутствие всем этим убыткам и насилиям, ты не понимал, что ты делаешь, что это правильно и неправильно? Ну ты сейчас, когда, сейчас тебе предъявляют, я говорю, ну нет, ты сейчас понимаешь, что это было? Нет, я до этого понял, до этого понял. А? До этого ещё понял. Было? Когда в УТБ приехал, там мне показали, что такое красное, что такое. Ты не поймёшь меня, ты сам тогда красным стал, когда ты испачкал душу твою? Давайте послушни, давай. В двадцатом году. Вот, я подложу к этому вашу честь. В двадцатом году. Это, к вашему, перед ней никак не отпустится. В следующем году. Не имеет это отношение, потому что я хочу его спросить за этим моментом. Вот, например, кто такие воры элементарно, да? Кто такие воры взрывается? Ты порядочный ты был когда? Конечно. В порядочной шкуре жил ты когда? Да. Вот скажите, кто такие воры загонил? Ну, как я могу сказать тебе, к кому я отношения вообще не имею? Никакого отношения к этому не имел? Ну, за десять, блядь, ты хотя бы для представлений имеешь? Для представлений имею. Имеешь? Да. Ну, вот кто были? Вот ты как воспринимал воры? Зато они кто? Они такие ангелы, демоны, я не знаю, там, амур и кто? Тебе хорошее может сделали воры, плохое может сделали воры. Плохого никто ничего не делал. Никто не делал? Да. Ты-то разогнался там против нас, я не знаю, там, всех наших ломал, всех хороших ребят. Ну, то есть, если даже плохой тебе воры не делал. Ну, вот мы походе делали, разберем, чтобы ломали. Ну, то, что вы сделали, вы за это ответите, да. Пусть всего есть свое время. Начало, конец и спирать жизнь, да. И понесет из-за этого ответственность однозначно. Ты мне скажи, кто такие... Ну, вот скажи ему, блядь, он не поймет. Кто такие, блядь? Это два слова, это... Гу-гу, блядь. Блядишь? Да. Ну, я понимаю, кто такие. Кто такие? Красный. То есть, красный. То есть, обычный, кто, например, там, фуфло катану. Знаешь, что такое фуфло катану? Да? Там кто-то барыжничает. Ну, им говорят, места вам нету среди людей, да? Они красные. Ну, я объясняю. Да. Я тебе объясняю, сейчас пойму, зачем я говорю. Но... Люди, люди, порядочные. Всегда им руку протягивают. Сигареты загнают. Чай загнают. Что-то вопросы какие-то решить. А. Люди протягивают когда-нибудь руку. Если Б. Ему руку протянет, то он не. Ну, тогда почему-то себя красным называют. Красный мы протягиваем руку. Красный еще на баланс. Мы поддерживаем его. Не отталкиваем до конца. Б. Б. Это кресик. Понимаешь? Кресик. О жизни крески. Все. Это эмблема. Вот потому это спрашивают. Ты говоришь, я красный. Ты не красный. Ты от красного еще дальше ушел. И это по вине чей, я не знаю. Так. Давайте послушайте то. Может это ему пригодится в жизни, в будущем. Давайте. Есть одна с ним послушать? Да. То есть ты в курсе вообще за себя, что есть такая спроса? Да. А? А кто? Ото всех посчитает. Ото всех? А кто решение принимал? А? Кто его Б признавал или нет? Ну его все и так не называют. Официальной бумаги не было. Но все так говорят. То есть везде сказано где встретить и поступайте с ним. Это понятно. А по системам хотите? Вот я и задаю его знает вообще откуда, что, кто. Может мое имя там фигурирует. Но за это я хочу узнать. Вам не умеет, что вы его признали Б? Вопрос есть по сущному? Это просто отклоняется. Отклоняется? Нет. То, что я признаю, то я не признаю. Ну, он не обвиняет, что вы его признали Б. А? Вам не обвиняют, что вы его признали Б. То есть Марини, ты же не слышал никогда. Ну, Саш, сегодня будешь слышать. То есть сегодняшний год знать знаешь, что я тебя таким и признаю соответственно. За твои же поступки. За твои же поступки. Я душу к тебе не везду, я поступки твои говорю. Вот сейчас я объяснил, да, кто такой красный, кто такой Б. Какая разница между красным и между Б. Вот он хоть десять лет сидит. В системе находится десять лет, да. И много чего говорит не понимает. Хотя много чего и понимает соответственно. И сегодня я не в силе и не могу в присутствии вас говорить с ним о том, о чем мне требуется и необходимо мне с ним поговорить. И из-за этого я сдерживаю себя. Хотя есть сказать миллион чего непосредственно этому гражданину. Вот это было. Было ли такое, когда привозили туда порядочный людей? Вопрос отклоняется. Давайте по существу. Ну, мое лицо. Когда вы говорили, ты дружишь с бесом Ставским. Они говорили, да, дружу. И его из-за этого насиловали и пытали. Чтобы он отказался от дружбы со мной, отказался от воровских традиций. То есть, а вот отклоняюсь, а поскольку у меня пусть в вашем объеме. А вот мне относятся, это моей чести касается. Вопрос следующий. Есть какие-нибудь? Ладно. Лично с тобой что произошло тогда вот? Я касаемо этих моментов, ну вот, переделал. Вот он же порядочный был, говорит. Вот. Как он стал краской? Его же тоже кто-то запитал. Я просто отклоняюсь, поскольку не относятся к подвинениям. Ваша честь. Я уже глянусь не знаю. Вот он за воров ничего не говорит. За воровами ничего не говорит. Это не знаю. Это не слышал. Этого я тоже не видел. А чего он здесь? Ну тогда будь мужчиной, тогда сними хоть следствие мужское. Да. Просто сними. Ты же мужчина. Конечно. Сними тогда. Увидишь. А? Увидишь меня еще. Увижу. Ну давайте послушу, давайте, не надо. Переговорим. Я тебе не верю. Посмотрим. Посмотрим. Как же. Ну вот просто я буду провести. В察 Aleph point. Здесь. 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 Продолжение следует...